Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы поговорим про Спрингтрапа. Даже не про одного Спрингтрапа, а про нескольких сразу. Не забудь, пожалуйста, поставить лайк. Да, вот так вот. И расскажи друзьям про эту пасхалочку. Очень давно я получаю комментарии на тему того, что Винди, почему здесь несколько Спрингтрапов? Ну-ка, бери себя в руки иди объясняй. И, в общем, настало время объяснить. Были теории про то, что оба Спрингтрапа являются настоящими. В одном из них, мол, находится фиолетовый парень, а в другом находится розовый парень. Но это, конечно же, не так. Ведь если бы это было правдой, тогда мы всю игру наблюдали бы несколько Спрингтрапов. Ведь мы же знаем, что настоящие люди не могут телепортироваться. А, соответственно, если бы в этом аттракционе находился какой-то еще один человек, мы бы увидели момент его входа на наш аттракцион. Еще многие говорят на тему того, что в экстра-вкладке находится несколько Спрингтрапов. И многие делают из этого вывод, что есть несколько Спрингтрапов. И вы знаете, я считаю, что они правы. В клеточке аниматроники изображены не только аниматроники, но также и фантомы. А это значит, что первый Спрингтрап является аниматроником, а вот второй фантомом. Я вам чуть дальше объясню, почему я считаю именно так. Это подтверждено самим Скоттом. Ну а в скримерах несколько Спрингтрапов, потому что он нападает с двух сторон. Обратите внимание, что первый скример у нас словно он нападает слева, а второй скример он поднимает сначала голову, что значит, что он нападает с вентиляции. Ну а теперь вернемся к объяснению. Второй Спрингтрап появляется именно когда начинаются глюки с вентиляции. Напомню, по словам фон Гая, здесь какой-то очень странный воздух, потому что без вентиляции, а значит без очищения, этот воздух вызывает у главного героя галлюцинации. Из-за этого, как он сказал, ты можешь видеть странные штуки. И вот именно поэтому, когда вентиляция полностью ломается, мы можем увидеть второго Спрингтрапа. Причем, что довольно-таки странно, оба Спрингтрапа являются опасными. То есть, если вы следите за Спрингтрапом на комнате 8, а потом внезапно у вас выключается вентиляция, возле вас может появиться Спрингтрап. Еще один, который может напасть на вас, и главный герой умрет. Однако это совсем не доказывает то, что фантомы являются настоящими. Просто, скорее всего, герой умирает от какого-нибудь шока. Или у него банально останавливается сердце от страха. Ведь, кстати говоря, мы даже и не знаем, что с нами делает настоящий Спрингтрап. Возможно, он так же, как и фантом, нас не убивает. Он просто подходит к нам, а наш главный герой слишком пугается и умирает буквально от страха. И ведь это не только мои слова. Совсем недавно Скотт выпустил обновление для Five Nights at Freddy's 1.03, в котором он написал, что включил 4 звезды, а также он решил объяснить, почему появляется несколько Спрингтрапов. И здесь прямым текстом сказано, что вы можете увидеть несколько Спрингтрапов. И это не глюк, это задумано. С самого начала Скоттом просто он не объяснил этого. Так вот, может появиться несколько Спрингтрапов, если вдруг у вас ломается вентиляция. Вокруг горят красные огни, а в аттракционе появляется фантом. Фантом Спрингтрапа. Поэтому, по идее, если вы следите за вентиляцией, тогда вас не будет беспокоить этот второй Спрингтрап. Так что, судя по тому, как сказал Скотт, хотя, конечно, он мог нам соврать. Но я лично не думаю, что он в этом месте соврал нам. Так вот, в том, что есть несколько Спрингтрапов, нет ничего сверхъестественного. Нету там второго фиолетового парня, нету там даже розового парня. И даже самого Спрингтрапа, если строго говорить, второго тоже нету. Это всего лишь игра нашего отравленного ядовитым воздухом воображения. Напишите, что вы думаете об этом, друзья. А мы с вами встретимся в следующих видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока-пока. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok